Вы просили вопросы задавать. Сейчас будем задавать. Сейчас дед сходит и будет у нас вопросы. Давай, сейчас дедушка у нас сходит. О, игрушка такая хорошая была, да? Дед, давай секреты неси, сфоткай сюда. Будешь отвечать на вопросы с рыжиком. Как-то она дринь-дринь. Ни хера не будет. Да, дед, не садись-то. Ну, дед, готов? Тебе первый вопрос от Антона, Антохи, только от тебя вопрос, да? От меня вопрос, да. А, слушай, дед, если бы, мы ему помогли, если бы тебе поможет вернуться в рату жизнь, будешь нормально жить, кодировать, будешь готов к закодироваться? Кодироваться не буду, но хочу. А что ты для этого хочешь в нормальную жизнь, что тебе надо, для нормальной жизни? На нормальной жизни мне надо хату. А вот я тебе предлагаю, любимая тебе говорила, давай хату с ним, я готова оплачивать тебе хату. Ну, там только не 55. А че? Нет. Ну, в гостинке, может, гостинка где-нибудь? Да, хоть гостинка, хоть на челюсти и будешь жить, будешь жить там, блядь. Не буду я жить. Не, в квартире да будешь жить? Буду. Ладно, смотри. Дед, ты всегда был такой спокойный? Да. Да. Рыжий, где гном? Гном у нас отдыхает почти на югах. Нет. Пошел в ПНД и не вернулся. Ну, короче, его психушку, хоп, и упаковали, как банку консервную закатали. Его оттуда не выпустят гнома. Он-то бы сейчас бы, конечно, оторвался. Да он сбежит, наверно. Нет, его отправили куда-то. Да в Каменск опять там за решетки и держат. Я за что там начинаю звонить, ты ебаный в рот, блядь, а? За решетки? Эх, смотрел. Ладно, так. Смотри, если бы у них была, Вова Глазков задает вопрос, если бы у них была колонка не с водой, а с водкой, ждали бы они, Пахова с вас по воскресеньям, ждали бы, если бы у вас колонка была с водкой, ждали бы вы меня? Конечно, я бы ждал. А что, зачем у тебя водка, блядь, была бы там? Слышь, знаешь, зачем ждали бы? Чтоб побыстрее от этой колонки сбежать. А, блядь. Слышь, Паха, не все, не все решается на водке. Еще нужно, понимаешь, когда напьешься пьяным, пьяным угарь, когда вообще ни хрена ничего не со... Ага. Не соображаешь, короче, да? Вот. Короче, суть-то в чем заключается? Не, в этом дело. Она-то всегда с тобой, вот она. Она же как это, ну, такая сволочь такая она, водка. Она тебе такие мозги запутывает, потом можешь утром встать и мозги, ну, свои, включать. А, смотри, вон. А ничего нету ни хрена. Я-то перебиваю, ну, блядь, что делать? Вот смотри, Александр Турачини задает вам обоим вопрос. Пробовали ли вы наркоту в своей жизни? Не понравилось ли она? Я нет. Никогда. Да. Там травку можешь курил? Я на Дальнем Востоке, когда служил в армии, да, там дурмохорку я кури, там амурка, потом из бешкека, керри, ну, моему сослуживцу высовали. Ну, там, как, вмажешь и, короче, там, ну, это не тот кайф. Водка – самый лучший кайф. Наркотик. Как хлебанул. И нормально. И радостно. Испокон веков русский мужик пил водку и будет пить. Никто не остановится. Ладно, смотри, вот, Александр Халай задает Рыжему вопрос. Вопрос Рыжему – где лучше жить, у сестры или на улице с дедом? И какую ты дальше видишь жизнь свою? Какую жизнь? А я и не загадываю. Не, а где лучше тебе нравится жить? Мне нравится свобода. Я могу у сестры жить, меня никто не держит. Не, я понял. Могу жить. Вопрос именно к тому, что это – где лучше жить? Где лучше жить? Конечно, дома. Потому что ты дома. Потому что тебя окружают близкие люди, родные. Твоя кровь родная. Все, что есть у тебя. И ты утром встаешь и радуешься. Потому что у тебя твоя сестра, ну, сестра, девочка твоя. Встанет утром с просоньки. Че, проснулся? Тебе вопрос первый. Да. Ты как проснулся? Так вот надо чайник поставить. Вот. А когда ты на улице в бункере или где-нибудь там, блядь, в кустах валяешься, утром тебе никто не встанет, так и не скажет. Потому что утром встаешь и думаешь, где же мне этот шкалик гребаный опохмелец взял? Потому что ты пьешь, пьешь, пьешь. А что впереди? Ты не задумываешь себе нахуй это не нужно. Потому что у тебя за плечами нет ничего. Одна пустыня. А все, ну, близкого человека это такое чувство, это его потерять быстро. У сестры тебе нравится, да? Все-таки лучше. А, лучше. Смотри, Вячеслав Саценко зовет. Сколько нужно вам денег для счастливой жизни? Ну, в день. Вот сколько тебе денег, чтобы ты, блядь, счастливо жил, блядь? Счастливо? Да. Ну, и рыжего, сколько-то. О, миллион. Миллион в день. А мне не рыжим? Я бы на миллион в день, на миллион. Я бы купил бы хату себе, хоть одну комнату купил бы. А мне, знаешь, что паха? Нужно. Ну, так она стоит... Погоди. А остальные деньги куда бы ты делал? Что там, какой вопрос, сколько нужно денег? Для счастливой жизни в день. Для счастливой жизни сколько нужно, да? Да. Нет. Я бы купил телевизор. А мне для счастливой жизни, чтобы ты глаза когда открыл, я рядом с тобою. Человек близкий, который тебя не бросит ничего. Никакой деньги не нужны, никакая хрень. Ты встаешь с бадагада же. А он на тебя. Что, похмеляться будем? Да. Вот все, что нужно-то. Ладно, ладно. Самое главное, чтобы близкий человек рядышком был, под боком. Чтобы ты мог проснуться и сказать. Что, похмеляться будем? Или будем чай пить? Все. Никакой миллион, никакие, блядь, бабки, никакие бумаги эти. Никакая мелочь, ничего тебе не заменят. Дай деду только леща за это, потому что миллион хочет, блядь. Чё? Ну чё ты на миллион? Чё? Путин встал, блядь. Хату бы купил. Хату? Да у тебя вон хата, вся Россия твоя хата. Вот смотри, рыжий. Смотри. Ну и где? Вот смотри, зима будет. Да. И чё? И куда я попрусь? Тебе зачем башка и мозги нужны? Столько бомболюков. Столько бомболюков. Столько бомболюков открыл, нахуй, любой эпоху. Ага. Слышь, ты налог платишь за землю? Да. За свет платишь? Нет. А пожирать что-нибудь надо купить в магазинской? Нет. Потому что ты берешь от жизни то, то что. Ты свободный. Я вон. У тебя глаза, глаза вот туда смотрят, там и пойду. Нет. Смотрят туда, туда и пойду. Нет, лохка. Ты свободный. Рыжий, даже меня даже охуели. Квартиры. Какие-то квартиры. Красавчик, гулять. Какие-то хуйни. Не знаю, что у меня заебало вот эта жизнь ебаная. Так ты сам это закодил. Ага. Она выгнали. Никто тебя не выгонял. Выгнали. Я же тебе предлагаю, давай мы тебе это сделаем паспорт. Тогда кодировать, хуй ты пьяный будешь. Давай мы тебя закодируем, сделайте паспорт. Меня никто не кодировал, ничего. Не надо. Мы когда, слышь. Ты сам не хочешь этого. Погоди, погоди, осади коней. Погоди, осади коней. Я хочу. Погоди. Слышь, они будут. Как мне? Ну, коснулась когда. А я вот паспорт. У меня вот и все. Что, паспорт получили? Все. Они, о, давай мы тебе сейчас, ну вот в интернате наберем. Тебе сад купим. Ну, с баней там и то все. Давай ну тебе купим. Я вначале за мануху не понял. Я говорю, что такое-то? Я говорю, что выписаться что-ли с дома? Я говорю, пошли сейчас нахуй. Все, подпишу. Нет, Вова. Хрен тебе, я тебе подписать не выпишу. Но если ты не хочешь, ну, жить в доме. Ну, дома. У себя. В доме с нами. То мы тебе сад можем купить. Можем только. Я говорю, я с девчонками поговорю. Ну, с моими племешами. Мы, говорит, сбросимся, скинемся, мы тебе купим. Я говорю, нет. Если дома, значит я буду дома жить. Другой. И обратной дороге взять пятками, хоть я не умею. Все. Я дома живу. Все. Она мне говорит, во, вот так. Значит, вот так. Она мне никогда так не скажет. Нет, подожди. Потому что я люблю свою сестру, потому что это мое. Рыжи, подожди. Рыжи, подожди. Нет, вот ты вот сам вот говоришь, что ты хочешь вернуться в обратную жизнь. Так если ты не хочешь кодироваться, у тебя так не получится. Понимаешь? Обратно ты не вернешься. Не получится. А ты хоть перри кодируйся, закодируйся. Ты хоть не успойся со мной, я тебе скажу, ты не вернешься в обратную жизнь, пока ты не закодируешься. Да, пока я взяли. Ладно, все, давайте поехали. Закодируйся. В каком уголке России хотели бы побывать? О, я бы да хрена, где побывать хотел бы. Ну, просто где? В России, в России. Нет, в России. Какому? Хочу съездить в Кронстат. А знаешь, где побывал? В Кронстат. В Кронстат. Это вам Максим Беленко задал вопрос. Смотрите, я Надежда задает вам, я стратила. А если у вас случится инсульт или нефарт, не дай бог, конечно, куда пойдете вы? Что будете делать? Никуда нужно сдохнуть, и все. В больницу пойду. Как ты пойдешь из тебя инсульт, пиздань, ты можешь валяться? Ну, люди это подберут. А если людей нет, никого нет, так нужно, значит, душу отдать туда, откуда она пришла. Юлия Вяткина пишет вам вопрос такой. Дорогие бомжи, какая у вас мечта? Мечта? Ну, вот, по крайней мере, я, конечно, за всех не могу говорить. У каждого, потому что человека своя мечта. А вот моя мечта, ну, чтобы все, все, все мои, все родные, близкие, все мои близкие большим семейным кругом собрались и так напересели, чтобы одного булавки искать другого куста. Вот моя мечта. Все. Смотри. А у меня мечта. Все, как близкие. Хатов. Вот все так. Смотри. Так вот. Жека Калявсеев вопрос задает. Хотели бы побыстрее умереть от такой жизни? Не. А что меня жизнь устраивает? А меня тоже устраивает. У меня нормально? Нет. Кто меня не тихо. Скучает? Так. Анна Катагой задает вопрос, скучают ли они по Танюшке? Про какой? У нас Танюшек много. Ну это Танюшка полтинник там. Молодая там. Ааа. С малышево. С малышево что? Так она сама где-то потерялась. Такая вся непредлога там у нее блядь. То есть непредлога. Да. Она вот сейчас способна, нет мужика любить. Простого русского мужика. Колхозника, а? Не, не, не будет. Чтобы говней ковыряться нахуй в навозе. Чтобы блядь пошла нахуй. Ногами своими туда, куда мужик. Нет. Она не способна для этого. Нет, она не способна. Она не тех кровей женских. Не русская, истинная русская баба женщина. Она пойдет. Она пойдет. Ладно, смотри. Екатерина Королева задает вопрос. Чем им такая жизнь больше всего нравится? Потому что они зависим ни от кого. Ни от кого не зависим. Никому ничего не должно. Не боятся умереть от эпилепсии? Да ни хрена. Нормально. В начале звездочки, потом брык и все. Там ничего не чувствуешь. Там в кайфе пома. Апилепсия. Почему боитесь бросить пить? Почему бы еще бросить пить? От такой жизни. Нашей Бечевской. А что вам не нравится-то тебе? Нормальная жизнь? Да она нормальная. Но представляешь, блядь, и думаешь, где бы поспать? А где сможешь, там и спи. Там я и сплю. Она катакой задает вопрос. Тихо. Она катакой задает вопрос. Самый большой страх в вашей жизни? Боитесь ли вы чего? Я боюсь ножей. Ножей? Да. Все. Самый большой страх у бомжа, это когда от тебя люди отворачиваются. Когда ты одиноки остаешься. Когда все остальные бомжи такие же, как ты сам. И от тебя отворачиваются. Вот это самый большой страх и сильный. Потому что люди, когда от тебя отворачиваются, это очень страшно. Потому что ты остаешься только один. Ты сам с собой. И выходы из этого положения тебе очень трудно найти. Есть. Но очень тяжело вернуть то, что ты потеряешь. Оксана Ложкина задает вопрос именно деду. Дед, ты хотел бы побывать на могиле своей жены и поставить ей хороший память? У меня денег нету. Я бы поехал, поставил бы. Ну вот она спрашивает, хотел бы, нет? Он вопрос задает тебе. Да я и об этом думаю. Но нет у меня денег. Татьяна Амосова спрашивает. Какой ценный или полезный подарок хотели бы получить вы? Каждый. Какой ты подарок хотел бы получить? Самый ценный подарок это кольцо. Тебе? А зачем тебе кольцо? Бручальное. Ладно. У тебя же какой подарок ценный? Баяну нахуй. Самый ценный подарок у меня уже из дома. Верите ли в Бога? Без веры человек никто. Что? Я нет. А я верю. А крестики носите нет вообще? Нет. Я не ношу. Ирина Михоношина. Ирина Михоношина извиняюсь. Умеет ли готовить? Что готовили? Фрукты едят? Какие больше нравятся? Готовить умеете? Я? Да. Чего любишь готовить? Чего угодно. Бапушки это понятно. Ну что это такое? Нет бабушки я их не люблю. Бапушки не то. Я люблю курицу. Зажарить ее в полиэтиленном мешке. А фрукты какие любите есть? Все. А рыжий наверное не любит готовить? Я яблоки люблю и виноград. Когда то я любил яблоки. Зубов нету. Яблоки и виноград вкусные. Андрей Никитин зовет тебя вопрос Рыжему чисто. Вопрос Рыжику. Он больше не бомж? Ты его больше не бомж? Почему не бомж? У сестры живешь 5. То что я у сестры живу, но это не дает повод. Я какой есть, а таким не буду. Меня уже и могила не исправит. Потому что я хапнул то, что другому не желаю. Корольков Григорий задает вопрос Владимиру Рыжему. В какой военной части он служил и какое у него было название? 172-42. Воинская часть. Струйбат. Бери побольше и кидай подальше. А где? В каком городе? Комсомольск на Амуре. Потом Хабаровск на Амуре. Потом Хабаровск на Амуре. Потом Хабаровск на Амуре. Татьяна Варламова. Есть ли у вас тоска по прошлой жизни? У меня да. У меня да. У меня да. Не, у меня тоски нету. Но я бы хотел бы конечно все исправить, но обратно уже не вернешь. Нужно двигаться и жить впереди. И все как-то жить просто. Просто все. Ладно, я же могла. Вот так. Регина Каримова задает вопрос Рыжему. Поскольку лет племянником? Взрал свой девчонок. И как ему живет у сестры? Хорошо. Ну, малыш, все. Сейчас в речку тебя купать. Потом в ванной еще. Макс Алмаз задает вопрос. Что будет если вас, например, парализуют и не будет возможности выходить на промыш? Ну, парализуют. Что вы будете делать, если будет? Не хуже. Что? Парализуют и не сможешь ходить никуда? На промыш. То есть просто в лёжке, да? Угу. Ну, нужно, значит, наложить руки на себя и все. Нет, я нет. Почему? Что будешь делать? Нет, я пойду в больницу. Хоть ползком, хоть как. Ползком ты не сможешь, потому что ты весь мертвый. Да хоть как. Не сможешь ты. Не хоть как. Ну, люди-то помогут. Орать, что ли? Если ты будешь лежать на полу, на земле. Значит, не ешь. Идет в начале потеря. Люди один хуй. Сознание. Скорую. Какую скорую? Какие люди? У тебя нету ничего. Ты в лесу лежишь. Понимаешь? В лесу. Кроме дичи, кроме кузнечиков и всего прочего, у тебя нет ничего. Просто в лесу. Один хуй. Чё? Кто-то пойдет рядышком. Выживут. Смотри. Тебя на выживание, понимаешь? Закидывай, ты лежишь. Просто. Ни рукой, ни ногой, ни слова, ничего тебе не можешь сказать. Просто лег и все. И сдыхай. Просто, понимаешь? Как кошки уходят из дома и подыхают. Ложатся и не шевелятся. Они из дома уходят. А ты это, в сути, это не можешь понять. Просто ложишься и все. И подыхаешь. И все. Кто-то пройдет, не может. Вот у тебя в натуре. Посмотрите. Дмитрий Белов задает вопрос. Дрочите ли вы? Я нет. Чего такого-то. Не, ну, просто вопрос задал. Похуй. Я нет. Спокон веков дрочат нахуй и будут дрочить. Зато нормально, зато зараза никакой не подхватишь. Да? Конечно. А еще такого-то. Чего кто-то еще не согласен, что из мужиков? Кто-то скрывает. А кому-то вообще похуй. Все. Извращенцы они не скрывают. Вам вопросы пока закончат. Что сделал? Нормальный мужик, он лег нахуй. Эй, о любимой думает. Ты дрочит и похуй. Зато дрочит на свою любимую. А не на какую-нибудь проститутку. Это нормально, Евгений. Все понятно. Зато ты живой. Рыжий пока наряд. Месяц тоже вопрос отойду. Мне задали вопрос. Ребят, задали вопрос. Как мне пришла такая мысль снимать бомжиков? Ребят, сначала я хотел снимать помощь бомжам. Понимаете? Помощь. Но потом, когда я понял, что это как бы бомжевать их никто не заставляет. Они сами выбрали только путь. Они свободные просто люди. И просто начал снимать их жизнь, ребят. Когда там кто-то пишет. Жизнь бомжей. Да. Потому и называется не помощь, ребят, а жизнь бомжей. Понимаете? Потому. Вот так я там пришел. И просто. Я же поначалу там. Давай помощь. Помощь там. Бульдога хотел устраивать. На работу. Месяц его ждал. А потом, когда я начал уже долго снимать. Уже начал понимать их. Ребят. Как бы. Как сказать-то. Правильно. Это улица. Хули у меня. Девять классов образа. Я так не могу высохнуть свою мысль. Мысли-то большие. Вот. Тогда понял, что жизнь-то они сами выбрали, ребят. Устраивает их все в жизни. Вот их выпить, найти. Так что никакой помощи, ребят. Если кто-то у вас говорит помощь. Там давайте поможем. Там бомжам. Ребят. Вас просто тупо обманывают. Ну, блядь. Они счастливы. Посмотрите. Предлагаю. Давай, дед, тебе закодируем. Задимим квартиру. Все, ребят. Блядь. Пожалуйста. Буду реалити-шоу снимать, да? Дед говорит, нет. Так что. Прежде, когда там что-то помощь там. Помогаете. Конечно, когда Андрюхе я в больнице лежал обожженный. Помощь была. Просил помощь у вас помочь. Это реально. Ну, хули. Сейчас он бомжует. Им похуй. Так что, как так, ребят. Лайки ставим. Давайте еще. Если вам понравились вопросы, ребят. Напишите какие-нибудь поинтереснее вопросы. Будут вопросы озвучены. Так что. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры заявил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok